Онкология не приговор. Правоту этого тезиса известный блогер и журналист Ольга Ушакова уже несколько лет подтверждает своей собственной жизнью. В 2015-м она перенесла операцию, после которой врачи настоятельно рекомендовали не заниматься физическими нагрузками. Но Ольга не сдавалась. Начала заниматься штангой и сегодня ей принадлежит рекорд России для онкобольных – 285 килограммов. Стремление жить обычной жизнью – главный посыл ее проектов в Ютубе и на ТВ. У нас несколько проектов. Один самый важный и главный – это онкотв, канал на Ютубе, который делают онкопациенты сами, силами онкопациентов делается. Это канал нацелен на информирование онкопациентов, где мы рассказываем о том, какие методы лечения существуют, о диагностике, это интервью с врачами, это история онкопациентов, это полезные советы. Если случился рак в жизни, то это не значит, что жизнь на этом закончилась. Жизнь продолжается. И мы хотим рассказать о том, что эта жизнь может быть еще и качественной. Приезд группы онкобольных в Рязань – это часть большого проекта Ольги Ушаковой «Путешествуй с нами». Социальная адаптация и реабилитация – здесь ключевые понятия. Главная задача – дать понять людям с онкологией, что они не одни. Им по-прежнему доступны все жизненные радости. Целью таких мероприятий – это показать и доказать нашим пациентам, что жизнь с диагнозом онкологического заболевания, она не закончилась. И не просто жизнь, а активная жизнь. Для того, чтобы для наших пациентов дать надежду, дать новое понимание, что все-таки онкология – это излечимое заболевание. И с этим заболеванием надо жить, бороться и выздоровлять. Рак молочной железы – одно из самых серьезных женских заболеваний. Но никакой депрессии быть не должно, говорят врачи. Более того, если раньше считалось, что физиопроцедуры, баня, массаж онкобольным противопоказаны, то сейчас все изменилось. В 2020 году вышли новые клинические рекомендации, согласно которым мы можем и должны проводить реабилитационные мероприятия онкологическому пациенту. Потому что, слава богу, благодаря развитию медицины, развитию онкологии, наши пациенты стали жить. Стали жить долго. У меня буквально на прошлой неделе на приеме была пациентка, у которой случилось прогрессирование рака молочной железы в 2003 году. И с 2003 года она получает лекарственное лечение. Ну, тот или иной другой вид терапии. И она живет. Жить полноценно значит радоваться каждому новому дню. Эта группа порадует себя поездкой в Константиново. На родину Сергея Есенина они отправятся вместе с Ольгой Ушаковой. И как вполне обычные туристы. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».